Здравствуйте! Как подмечают наши соседи, хорошее настроение не от хорошей жизни, а от хорошего отношения к ней. Вот об этом, а также об многом другом сегодня в нашей программе проведу ее я, Оксана Сасс. И сегодня у нас в гостях наши добрые соседи из Новгородского Соколиного двора Анна Михайлова, Александра Ставбуненко и Леонид Федоров. Здравствуйте! Сегодня вы к нам пришли с вашим пернатым другом. Представьте, это мальчик или девочка? И как зовут? Это сова девочка, ее зовут Бези. Это вид серая ньясать. Серая ньясать. Она как-то странно смотрит, по-моему, на наших зрителей. Ей комфортно сегодня у нас? Да, абсолютно комфортно. Птичка у нас птенца, она прекрасно привыкла к людям, то есть вообще не боится. Ого! У вас много питомцев, почему вы пришли именно с ней сегодня? Ну, девчонка наша совершенно спокойно относится к переездам. В общем, стресса у нее никакого нет, опять же, от общения с людьми, опять же, те же переезды. Она адекватно воспринимает все и прекрасно чувствует в любой ситуации. Вы ее специально дрессировали или такой у нее характер? У нее такой характер, потому что совушки, они довольно шустрые птички, а она очень спокойная. И ничего не боится. Отличная новость пришла в конце января. Новгородский соколиный двор первым в регионе получил лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Объясните нашим зрителям, что это значит. А это значит, что у нас все по требованиям вышел закон, который разработал требования к содержанию животных, опять же, условия содержания. Россельхознадзор проверял исполнение этих требований. Леонид хочет что-то добавить? Не то, что добавить, просто продолжить собирался. Но Анна все подхватила уже. То есть в целом все сказано. Какие требования надо было выполнить для получения лицензии? Наверное, это дело непростое. Вы, наверное, не один год к этому шли. Да. Для начала, принимая животное, его нужно правильно оформить. То есть есть система Меркурий. Это система Россельхознадзора, которая контролирует перемещение животных, их здоровье. Правильное их оформление, оно дает какие-то разрешения на выезды. То есть если птичка или животное куда-то собирается переезжать, она ездит по этой электронной системе. За счет чего можно контролировать перемещение животного. То есть, опять же, когда к нам птичка поступает, мы ее оформляем по определенным правилам. И если у нас какие-то выездные мероприятия, включающие выезд из области, то, опять же, сдаются анализы, все это регистрируется. И вот по этой системе Меркурий птица выезжает на площадку в другом городе, например. Какие еще преимущества дает лицензия? Ну, помимо знания, что у тебя все проверено, и ты точно знаешь, что никаких, скажем так, косяков за тобой нет. То есть это уже определенная доля спокойствия. То есть, когда ты понимаешь, что не произойдет ничего, скажем так, как снег на голову, что и ты, твоя деятельность, и животные, которыми ты занимаешься в полной безопасности. То есть вот такой, наверное, самый главный плюс. Вот смотрите, животных мы чипируем, ставим клеймо, у них есть вот ветпаспорт. У нашей совушки есть все вот это? Да. Для диких животных есть какие-то требования? Неужели им чипы тоже вставляют? Чипы, да. И прямо у совы есть чип? Каптичка чипирована, чтобы, опять же, не было подмены. А где, интересно, вставляют чип? Она же такая маленькая и хрупкая. Вот этой области. Получается, между лопатками есть еще вариант, ну, собственно, просматривается и, да, выискивается подкожно, под лопатками. Вы так потрогали ей спинку, мне кажется, ей понравилось. Ну, совы вообще не любят, когда их трогают, потому что засаливается оперение, и они очень чувствительно относятся к прикосновению к себе. То есть когда мы видим какие-то видеозаписи, когда там сова прям балдеет, там подставляет уши, ну, наверное, это большее исключение, нежели там основное поведение птиц. Я знаю из соцсетей, что сейчас ваша команда ищет помощников. Какая помощь вам требуется? Ну, в основном помощь заключается в социализации птиц. То есть птичка к нам поступает. Понятно, что она дикая, она будет бояться людей, она не будет знать, что это такое. Понятно, любой незнакомый объект — это страх. Чтобы показать птичке, что люди безопасные, нужно будет также тасить ее на перчатки потихоньку, потихоньку там где-то прикасаться к птице, где-то показывать, что человек добро делает, кормить потихонечку с перчатки также, чтобы птичка потихоньку привыкала. В основном еще волонтеры занимаются уборкой. Все наши птички, разумеется, любят жить в чистоте. Все у нее сопрятные, лисички тоже. И вот уборка обязательно. Раз в неделю там дезинфекция. Также нужен будет помощь в вычиси лисичек. То есть лисички у нас линяют, как любые другие собачки. Но ведь лисички — это все-таки дикие животные, или они у вас добродушные? Ну, лисичками у нас все характерные лисы. Лисичками занимается тренер, и им нужна будет небольшая помощь. Где-то там хвостик почесать, где-то дополнительная рука нужна будет, чтобы погладить и отвлечь как-то. Все-таки вычесывание — не самая любимая вещь у лис. То есть надо же как-то отвлекать, чтобы она не фокусировала внимание на именно расческе. Шерсть не собираете для подушечек от лисы? У нас была девушка, попросила для пряжи. Попробуем. Попробуйте. Так, чем еще занимаются волонтеры у вас на Соколином дворе? Обязательно обучаются. Какие требования тогда вы предъявляете к волонтерам? Может быть, медицинское образование необходимо? Нет, это не обязательно. Основной критерий — это люди от 18 лет, потому что это все-таки хищники. То есть даже мы, которые имеем большой опыт общения с птицами, периодически получаем травмы от них. То есть, ну, что-то... Какие? Они вкусаются, царапаются? Самое опасное у птицы — это лапы. То есть как-то что-то неправильно сделают. Так Леонид так вздохнул, Леонид, делитесь. То есть что-то неправильно сделала птица за когтево. Да, в основном бывают царапины какие-то. То есть как в процессе каких-то тренировок, так и в, скажем так, в обыденной жизни, когда условно выходишь на фото и не успеваешь, как бы это правильно сказать, отогнать ребенка. То есть птица может слететь из-за того, что резкий раздражитель неожиданный и случайно может как-то поранить тебя. А для вас вот работа на Соколином дворе — это призвание или все-таки работа? Зов сердца. Ну, скорее, зов сердца. Зов сердца. То есть по большей части — да. Ну вот у ваших волонтеров это тоже вы будете принимать их на работу или все-таки в первую очередь должна быть любовь к животным? Ну, изначально, конечно, на работу мы никого не сможем взять. То есть мы должны обучить человека, посмотреть, как он уладит с животными, нравится ему, не нравится. Ведь основной критерий — это желание развиваться и любить животных. То есть просто идти зарабатывать деньги, как бы это не очень хорошее такое желание. А все-таки подработать можно и подзаработать, да? Ну, подзаработать. Ну, в принципе, так коллектив и сложился. То есть людей было много, которые приходили и искали какую-то, ну вот именно выгоду, да, подработку, работу. Но остались именно те, которым это действительно интересно, которые переживают за каждого питомца. Если, допустим, птица заболела, то в любой момент человек должен быть готов там вот помочь, выезжать, лекарства давать. То есть несмотря на то, что это, допустим, наш выходной день, ну, допустим, те же антибиотики, они даются по порядку. Без перебоев, то есть нужно в выходной день приехать покормить птицу. И такие люди попадаются редко, ну, где мы искать. Но если попадаются, то наверняка остаются на долгие годы. Остаются у нас и приходят уже на рабочую ставку. Как вы справляетесь в период коронавирусных ограничений? С трудом. С трудом. Как вы живаете? На какие средства вообще живется Калиный двор? То есть основной такой, что называется, запас средств идет с туристического сезона. То есть когда идет наплыв посетителей, также и туристы с других регионов. И получается то, что за этот сезон заработано, оно и становится финансовой подушкой в зимний период. Когда бывает такое, что по 4 дня нет вообще никого. Вот куда уходят основные средства? На корм животным? Ну, из обязательных платежей, это оплата договоров по диоретизации, дезинфекции, дезинфекции, вывоз биологических откодов и корма. Корма как и хищным птицам, так и курицам, белкам. Обязательно корма должны быть либо с ветсопровождением, либо с сертификатами. То есть просто пойти в магазин, закупить там что-то, такое не подходит. Естественно, выходим на какие-то организации, которые готовы предоставлять соответствующие документы. Это что касается из основных трат. Вот, также есть такие непредвиденные расходы, как закупка стройматериалов, потому что вольеры все деревянные и дерево имеет свойство гнить. Тем более, скалиному двору уже шестой год. За шесть лет, естественно, многие моменты уже пришли в негодность. То есть периодически закупаются стройматериалы. Естественно, не каждый месяц, но вот по мере надобности. Далее у всех птиц на присадах есть коврики, чтобы птички вообще ведут сидячий образ жизни. И вот, когда они сидят, чтобы у них массажировались лапки, присада обтягивается искусственным газоном. Но птичкам просто так сидеть скучно, они начинают эти вот коврики разбирать на составные части. Естественно, нужна замена этих ковриков. Опять же, если мы можем присмотреться, у каждой птицы на лапках опутинки. То есть амуниция хищных птиц состоит из натуральной кожи. На лапки каждой птицы подбирается под свой размер ремешочек. Два ремешка обязательно на птице. Я вижу, что лапки у нее просто вот махровые. У курочек все такие-таки из кожи лапки. А у нее прям махровая лапка. У дневных хищников они такие кожаные, а у сов лапа полностью оперена. И на лапках опутинки. Опутинки нужны для того, чтобы, опять же, удерживать птицу, чтобы они не подрались друг с другом, например. Это не вредит птицу? Нет, дискомфорт им не причиняет. Подбирается все из мягкой кожи под размер. То есть нельзя, допустим, опутинки на ястребу одеть на сову. Опять же, по-разному они одеваются. Ну, той же сове из-за махнатости лап. Есть свои секреты, чтобы ничего не стиралось, не выщипывалось. Вот, тоже все подбирается. Потом к опутинкам пристегнут вертлюг, чтобы опутинки как раз-таки не перехлестывались нигде никак. И к вертлюгу уже пристегивается должек. То есть это амуниция любой хищной птицы, которая содержится у людей. А сколько у вас сейчас птиц? Я точно не могу назвать... Но у каждого есть вот эта вот система опутинок, и она требует замены через какой-то период времени. Да, потому что кожа имеет свойство высыхать, трескаться. Опять же, они грызут периодически. Ну, вот от скуки сгрызают. То есть закупка кожи входит в такие непредвиденные расходы. Кожа стоит довольно-таки дорого. Причем еще кожа выбирается тоже особенная, чтобы птичке потом не причиняло какого-то дискомфорта. Это что касается каких-то непредвиденных... А вот как сейчас действует система опекунства над обитателями Соколиного двора? И можно ли присоединиться и помочь купить опутинку, привезти корм? Да, несомненно. С опекунами мы заключаем договор на ежемесячную оплату. То есть в среднем на одно животное, ну, на такие вот, так скажем, непредвиденные расходы, да, и по минимуму подсчет кормов выходит где-то 2,5-3 тысячи в месяц. Ну, это небольшие деньги, достаточно. Много ли у вас таких добровольцев? Ну, небольшие, когда один питомец, да, еще не входят какие-то там ветеринарные обслуживания, там, сдачу анализов, но это тоже можно отнести к каким-то непредвиденным расходам. Опекунов, опять же, точное число сейчас посчитать можно, но не скажу, опять же, нужно запариться. А вы ставите таблички над вольвером? Да, напротив опекаемого питомца есть табличка с информацией, кто опекает животное, и опекун может прийти в любое рабочее время соколиного двора пообщаться со своим питомцем. У нас есть самый маленький опекун, это девочка Ксюша. Почему самый маленький? Она стала опекуном, когда ей было вообще около двух лет. Сейчас ей вот 3-4 годик. Тоже интересно наблюдать, как она развивается, растет. При нас она стала говорить уже, то есть так непривычно было, когда она идет, ручка Машин говорит привет. Кто ее питомец? Сипуха Январька. Сипуха, это совушка, родилась у нас 1 января 2019 года, поэтому такое имя Январька. И есть девочки постарше, которые опекают лисичку. Лисичку, да. Но а взрослые люди, спонсоры, есть вот такие вот хорошие, которые бы опекали несколько животных и вообще проявляют интерес сейчас? Есть команда Road Glow, московская команда, они занимаются путешествиями, как-то вот они были у нас в гостях, им понравилась наша обстановка, и они выбрали себе ворона под опеку. И уже года с 2017-го они опекают каждый месяц, вот перечисляют денежку, интересуются жизнью топы, периодически просматривают ролики, а топы у нас звезда, прям он так еле выступает. Смотрят соседи и хотят взять какое-нибудь животное из соколиного двора на опеку. Какие животные у вас есть? Совушки. Белочки. Белочки, да. Но к белочкам в вольер проход мы не пустим. То есть просто посмотреть, посчитать, понаблюдать, да, это без проблем. Опять же, заход посторонних людей в вольер, он ограничивается с требованием. По-моему, орлы вроде. Да, орлы без опекунства, лисички под опекой, ну, собственно, хищные птицы и совы. Ну и белочки. Огромная проблема, я знаю, это когда вам бесконечно сообщают о выброшенных каких-то животных, да, из гнезда, пытаются принести, пытаются вам их навязать, чтобы вы их выходили, взяли под свою опеку и крыло. Как к этому относитесь? Мы стараемся помочь как-то людям, но словесно направить, куда можно еще обратиться. Предоставлять информацию, но не берете себе. Мы занимаемся только хищными птицами, потому что у нас для хищников есть условия содержания, у нас есть возможность закупать корма, чего нет для других, там, певчих, водоплавающих птиц. Опять же, для водоплавающих те же чайки, утки. Ну, дайте совет тогда для наших соседей, если они подобрали или увидели животное или птицу, который нуждается в помощи, куда обращаться? Начиная от городских, да, вот птичек, это, кто, чайки. Ну, синантропные виды птиц, это голуби, вороны, чайки те же самые. Да, что делать? И от больших, к примеру, лесных, это могут быть цапли, могут быть лебеди. Вот большие лесные птицы, как правило, мы их отправляем в Министерство охраны природных ресурсов, потому что в организации есть свои данные по людям, которые могут помочь вот конкретно этому виду птицы. Те же аисты, лебеди, то есть есть в Новгороде и в Новгороде, и в области люди, которые занимаются непосредственно вот этими видами птиц, которые знают, как с ними обращаться, у которых есть возможность, есть какой-то водоем, чтобы птицы там лапки не перестали. Ты как-то странно прищурила один глаз. Что это значит? Она засыпает? А есть спокойно, да. Есть спокойно, она не чувствует опасности. Ну, есть смысл все-таки поискать контакты этих людей, которые непосредственно знают, как с ними обращаться. Более того, если попадает краснокнижная птица в птицу человеку... Краснокнижные это какие? Вот из вашего опыта. Ну, конкретно у нас это орлан, беркут и два филина. То есть, опять же, изъятие птицы из природы, тем более краснокнижные, оно запрещено законом. Поэтому все какие-то манипуляции с этой птицей должны регистрироваться. То есть, непосредственно, это обращение либо в Росприроднадзор, либо в Министерство охраны природных ресурсов, чтобы они зафиксировали этот факт, что птица пострадала, ей нужна помощь, и дальше уже действия согласовываются непосредственно с надзорными органами. Наша программа подошла к концу. Хочется предоставить вам слово и, наверное, пригласите все-таки наших зрителей к вам в Соколиный двор. Всех ждем в гости. Наши птички очень общительные. А также можно на Соколином дворе прикоснуться к истории, ведь Соколиный двор тесно связан с историей Великого Новгорода. Через Новгород шли пути помытчиков. Это те люди, которые ловили птиц к царскому двору. Об этом мы все рассказываем. Как раз Леонид рассказывает на экскурсиях. Как раз про историю и Соколиного двора, и соколиную охоту в целом. То есть мы не просто выставка животных, а еще такая часть истории. Ну что ж, прощаемся. С редакцией можно связаться по телефону 638-005. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова